Все мы любим мясо. Лучшее мясо какое? Мясо из деревни, естественно. Только кто продает это мясо? Мы вам показываем то место, где это мясо продается. Улица Зеленый, Лог-30. Прямо за моей спиной мясо ешка, мясоед. Почему мы говорим про домашнее мясо? Дело в том, что, естественно, вокруг города Магнитогорска, да и вообще, мы начинаем выращивать мясо любое. Так оно и есть. А вы наверняка забыли, что в свое время Советский Союз кого кормил? Все страны Варшавского договора и и же с ними. То есть вы должны понимать, да, что Советский Союз был неплох. Очень даже неплох. К слову о том, какую мы колбасу тогда ели. Тогда была качественная, грамотная колбаса. Родимая, вкусная и замечательная. Но тогда здесь не было ничего. Все это дело построено было лет, наверное, 10-15 назад. С другой стороны, вот тут, недалеко, по-моему, новостроек тогда и не было. Только сегодня и сейчас. И это, по сути, есть центр города. Потому что здесь большее количество многоэтажек. Здесь люди живут в большем количестве, чем в Ленинском районе. И в этом месте мы вам предлагаем вкуснейшее мясо. Мясоедка. Какое мясо, мы придем посмотрим. Потому что если мы говорим о качественном деревенском мясе, то вот это наша тема сегодняшней передачи. Ну вот что для человека надо? Задумайтесь так, чтобы он жил так же, как 40 лет назад. А вы не знаете, а я знаю. Помню это, не отшибла мне память. Лучшее качественное мясо. Колбасы лучшей магнитогорской фабрики. Рыба новая и качественная в океане. Да мы так жили. И жили неплохо. Чем отличался Запад? Там были супермаркеты. Ну и много машин. Вот, собственно говоря, и все. Но тогда Запад маялся раком. Ну, к нам его и притащили. Купите себе удовольствие и в наши супермаркеты. И это то, что было на Западе. Мне так явно не хочется. Потому как я болею раком четвертой стадии. Но после диагностики все поменялось. Земля, кормилица моя, меня и кормит. Спасибо Господу за то время, когда я пользуюсь его землей. Но, слава Богу, мы можем кушать то, чем занимаются наши уральские животноводы. Просто раньше кормились, а теперь не кормятся владельцы супермаркетов. Вот там пропитанное антибиотиками мясо. А в мясоедке такого нет. Здесь, на зеленом логе 30, на Комсомольской 1. А почему такое? А потому что я лично снимал эти стада в Кизильском и Брединском районах. Или вы думали, что я только магнитогорец? И магнитогорец. Но на 10 лет я работал в корпункте Челябинской госсель-радиокомпании. И вы знаете, я видел и снимал, и монтировал, и не понимал, почему такое отношение к тем, кто нас кормит. Может, ВТО нам не нужно? Забрали Крым. И, собственно, наша жизнь районов сильно поменялась. Смысл наш и в другом. В нашем лучшем выборе мяса. Я, конечно, ненавижу наживу. Зачем это? И это присутствует. Зачем вам быть обиженным Господом, Богом нашим? Не вкалывайте антибиотики. Пусть растут на кормах. Мы же жили так. Гонялись тогда до Санкт-Петербурга. Не знаете? Знаете. Вот это было настоящее мясо. Такое, как здесь. А в некоторых случаях можно и закоптить. Это сложно сделать дома. А лучше вдобавку использовать свои домашние продукты. Что же про мясо? Так вот, мы вам показываем то, что еще вчера гуляло. Говорят парное. А мы убедились. Утром, когда говядину и свинину распиливали для вас. Чтобы вы их кушали. У снятии. Ну, вот как. Как это хорошо. Мне нравится говядина. Вы не верите, а я люблю говядину. Потому что пункт номер один. Из нее есть абсолютно, будем считать, диетические супы. Хотя в некотором смысле говядина имеет тоже слой жирка. Но давайте все-таки обратимся к нашему бытию. Мое бытие, ваше бытие. Да без разницы. То бишь, задайте себе вопрос. Насколько вы крутые? Все вы крутые. Мама, папа, бабушка. Ну, или вот перемешанные вещи. В области приготовления качественной еды. Вы думаете, что вы не крутые? И вы будете абсолютно не правы. Самый простой вариант. Я задаю вопрос, где? Я задаю вопрос в ютюбе. А зачем? Да в любом поисковике. Я хочу сделать отличную говядину. Вкуснейшую, вкуснейшую. Вы знаете, я недавно нашел вариант. Я нашел вариант приготовления супа из говядины с помидорами. Не пробовали? А, зря. Попробуйте, попробуйте. Я просто приготовил. И вы знаете, у меня до сих пор есть такая штука, копчик. Ну, у нас его уже не существует, да? А у собак, у кошек он есть. И вы представляете, после такого приготовления еды, она по сути готовится достаточно легко и просто. Это тебе не соляночка наша, в которую надо денег купить по самые кривые помидоры. Да никаких проблем. По-бразильски делается легко и просто. Мясо обжаривается, туда добавляется лук, потом мин, перец. Ну, перец это уже в оконцовке, цедра и все остальное. И получается изюм, изюм. Попробуйте, получите вот такое удовольствие. Пришли за свежим фаршем. Мясо здесь очень вкусное, всегда здесь покупаем. Ну, часто здесь бываете, нет? Ну, почти, да. Рядом живу. Ну, бегать-то уже никуда и не надо. Конечно, нет. Все под рукой в соседнем доме. В любое время пришли, купили, всегда все есть. Мы говорим о... Ну, догадайтесь, что это такое. В некоторых случаях примерно так же выглядит свинина в других магазинах. Есть такое понятие бройлерные. Так вот, бройлер, это не сильно длинная процедура жизни животного и заканчивается. Она, как правило, у нас через полгода. Это не бройлерная штука, это далеко не свинина. Это что? Это любимая моему, моей части, части моей баранины. Причем она хорошо и качественно сделанная. Представляете? Вот. И к слову о том, мы все едим шашлык. Ну, да, мы едим шашлык. И для шашлыка у нас есть другая штучка под названием свинина. Но, если мы поедем, допустим, в сторону Краснодара, так, к сожалению, там шашлыка и свинины нет. Там едят бараний шашлык. Вот. И я видел там бараньев. Вот они примерно такие же, здоровые, хорошие. Вот такой баран ко мне как-то подбегал. Представляешь, баран размером с нашего, с нашу свинью. Есть там такие. Вот. И вот такое мясо домашнего приготовления есть здесь. Как его дальше готовить? Ну, это достаточно просто. Либо посмотрите мои сюжеты, либо о других вариантах-то не существует. Потому что Валерий Юрьевич Гимервед, которому я, естественно, молюсь, вот, он это дело красиво и ровно вам показал. И в результате, даже придя сюда, взяв вот такой кусок баранины, она здесь есть всегда, я еще раз говорю, это мясо из деревни, вы сможете себе приготовить то, что едим та часть меня, небольшая часть еврея. Хотя, по сути, события все мы перемешаны. И даже мы не будем говорить, что в человеке явно не белобрусом и не голубоглазом. Мы же все россияне, а россияне не должны быть белобрусами и голубоглазыми. Что-то невидители таких, я таких тоже не видел. Так что можно кушать. Но самое главное, найти то самое место. Одно из этих мест располагается здесь, на улице Зеленый Лог 30. Другое место, это ко мне туда, ко мне туда, на Комсомольскую 1. Рекомендую. И вообще здесь вот мясо всегда свежее. Оно вот, видно оно, что свежее. Охлажденка. Не дефроссерное мясо, а охлажденка действительно. Все мясо хорошее. И не заветренное. Нравится? Нравится, я здесь всегда беру. Все это деревенское, кстати, не так уже близко располагается к городу Магнитогорску. Потому что, вы вообще знаете, сколько таких дел необходимо вам доехать? Ну, примерно час. Это если вы будете ехать со скоростью 90 км в час. Ну, даже чуть-чуть больше. Потому что там же приходится немножко тормозить. Вот. А это еще дальше. То бишь, во-первых, это юг. Во-вторых, мы повернем туда, откуда люди как бы, ну, не сильно бегут в город Магнитогорск. Почему они не сильно бегут в город Магнитогорск? Потому что вот там все это дело и выращивается. Я в скором времени сделаю на Ютьюбе эти сюжеты. Мы были частые гости, когда у нас была программа Юг в Кизильском районе. Да-да-да-да-да. И где-то оттуда все это привозится. То есть вы должны понять, да? Вот там нету ничего другого, потому что там корма, там все делается, и там выращивается своими руками. Почему мне и я вам сейчас говорю про свинину? Тема весьма интересная. Так вот, мы когда туда ездили, с нами так же рассчитывались, естественно. Ну, почему нет? И когда они приезжали оттуда, Валерий Юрьевич Генервертов брал вот такой кусок свининки, аккуратненько я его надрезал. Если бы здесь был бы духовой шкаф, если бы у нас время было чуть-чуть больше, ровно за полтора часа я из вот этой штуки легко и быстро, буквально прямо сейчас, ровно, вам приготовлю то удовольствие, которое вы будете вкушать. И объясняю, почему. Мы говорим о свежем мясе. Давайте все-таки забудем холодильник. Ну, пункт номер один. Здесь говядина не... Она охлажденная, но не замороженная. Две разные вещи, понимаете? Что такое замороженная говядина? То есть, представляете, да, в теле человека, как и в теле мяса, есть прожилки, да? Если они будут перемороженные, то представляете, да, что это такое? То бишь, внутри есть влага, стандартная штука. Мы, так же, как и они, на 70% сделаны из влаги. Другого варианта не существует. И эта влага начинает разрушаться. Понимаете? Она начинает... У воды есть два дивных свойства. Она при охлаждении увеличивается и при нагреве также увеличивается. И при охлаждении, при заморозке она также разбирает все это дело. Этого делать не нужно. Поэтому самый простой вариант, ну, вам же хочется, поэтому здесь разрубки есть и небольшие, в том числе. Берите постоянно новые вещи здесь. Проблем не должно быть. И если вам что-то необходимо сделать красиво, делайте это, используя мясоед. Да-да-да-да-да. Берете мясо день в день и день в день готовите себе отличные продукты. Кроме всего прочего, есть такая тема, изумительная, и не я буду про это говорить, что колбаса, та, которая продается, не всегда есть айс. Самый простой вариант, взять здесь хороший, качественный фарш, вам даже крутить ничего не надо, спокойненько его запаковываете, и вы уже едите свою собственную грамотную колбаску без всяких включений, без всяких включений нитритных смесей. Потому что, если этой нитритной смеси вы кушаете чуть больше, чем вам говорит государство наше, вам вас ждет смерть. Да-да-да-да-да. Вы не знаете? Так знаете, господа мои. Я предпочитаю, как и мы предпочитаем, кормить вас качественной продукцией, которую вы можете купить постоянно. Почему все-таки мы берем мясо из деревни? Потому что только натуральное мясо, как бы там ни было, остается только в деревне. Колхозное мясо, скажем так. То, которое вырастет наш дедушка, там, скажем так, дядя, сосед и так далее. То есть то, что без антибиотиков, без гормонов роста. То есть та же натуральная свинюшка, она будет в любом случае с сальцом, будет со шкурочкой, в любом случае будет на кости. Как бы там ни было, я говорю всем своим покупателям, что мясо без костей не растет. Что свинина, что говядина, что баранина, что камина. У нас все есть. Также и домашняя птица. К сожалению, очень много, как бы на рынке нашей сегодняшней, очень много изобилия мяса. Но качественное мясо и натуральное мясо, как бы оно, я понимаю, что не будет стоить слишком, как бы, ну, дешево. Оно будет стоить намного дороже. Но как бы там ни было, оно намного вкуснее, намного полезнее. Ну, мы работаем для людей, как бы, стараемся их кормить только натуральным мясом, как бы там ни было. А еще у вас есть то, что вы сами приготовили? Ой, я вообще люблю готовить все сама. Это от печеностей, тем более мясных изделий. Мясо очень богато любое мясо, натуральное деревенское, богато белком. Тем же для гемоглобина очень полезно мясо. Мясо – это наше здоровье, как бы там ни было, наш иммунитет. Да, то есть. И сейчас, тем более, его полезно кушать, как бы период там пандемии, то же самое. Именно натуральное мясо нас, скажем так, спасет. Натуральное сало, супы. К слову, как специалист, вкушающий не только Россию, я скажу. Наша Россия в смысле кухня СССР на четвертом месте. Впереди только Таиланд, Индия и Грузия. Но это лично мое мнение. Но мнение, основанное на событиях. Если мы едим лучше, данное нам южно-уральской природой, так так и надо жить, смотря ТВ, которое работает прежде всего для вас. Вы вкушаете лучшее мяско на зеленом логе 30, а можно также вкушать его и в Ленинском районе, прямо рядом с моим домом на Комсомольской 1. Вот вы знаете, все тоже вкусно и практически рядом. Комсомольская 1, ну, со стороны Чапаева. Выход как раз в аккуратно комбинат. Вот здесь берется то самое мяско. В принципе, мне тут пройти через горку. И, если честно, за качественным мясом я приду сюда, потому что мне нравится то, что готовит нам наша природа. а наша природа дает вам возможность есть изумительное мяско, которое произоставит в Челябинской области. Только от Магнитогорска до туда это примерно 150 километров. Интересная у нас область, вытянутая с юга на север или с севера на юг. По ширине не сильно большая, зато у нас есть и север, и знойный и качественный юг, в котором произрастает баранина, конина, свинина и говядина.